В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елены Ветрова. Здравствуйте! В Ростовской области полицейские задержали участников организованной группы подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа. Подробности в нашем материале. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Новочеркасская совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений. За что задержаны? Я не знаю. В гости приехал. Оперативниками установлено, что трое мужчин в масках проникли в один из домов в Октябрьском районе Ростовской области. В момент совершения преступления домой вернулся хозяин. Злоумышленники связали мужчину скотчем и требовали от него деньги. Добычей фигурантов стали 150 тысяч рублей. Хозяин попросил нападавших освободить его, а затем пообещал отдать все имеющиеся в доме сбережения. Когда мужчину развязали, он достал спрятанное в доме гладкоствольное охотничье ружье и попытался оказать сопротивление нападающим. Однако подозреваемые силой отняли оружие, избили потерпевшего, а затем с деньгами, ружьем и патронами к нему скрылись с места преступления. В результате дальнейших мероприятий полицейские установили причастность задержанных к совершению грабежа в городе Новочеркасске. Ночью злоумышленники через незапертую дверь ворвались в строительный вагончик, избили находящегося там мужчину и открыто похитили 50 тысяч рублей и банковские карты, после чего скрылись. Оперуполномоченные уголовного розыска совместно со следователями провели четыре обыска, в ходе которых обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств, а также похищенное охотничье ружье с патронами и банковскую карту. Возбуждены уголовные дела по статьям 162-й, разбой и 161-й, грабеж. В отношении троих фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Почему сотрудники одной из аптек города Ростова-на-Дону продавали препараты, которые уже утратили государственную регистрацию и исключены из реестра, разбирались стражи порядка. В управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение с просьбой проверить деятельность одной из аптек города Ростова-на-Дону. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили факт продажи лекарственных препаратов, которые утратили государственную регистрацию и были исключены из реестра. В ходе осмотра аптеки полицейскими изъято 5 упаковок, запрещенного к продаже лекарственного препарата. В связи с нарушением законодательства полицейскими составлен материал по части 2 статьи 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Результаты проверки направлены в Росздравнадзор для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством. Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону, указанному на экране. 453 тысячи рублей. Именно такую сумму получают мамочки за рождение второго ребенка. Как жительница Сальского района смогла, не рожая ребенка, получить практически полмиллиона рублей, мы расскажем вам прямо сейчас. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Сальскому району выявили факт хищения бюджетных средств в крупном размере, выделенных в качестве материнского капитала. Оперативники выяснили, что местная жительница подделала документ о рождении второго ребенка, после чего предоставила свидетельство в государственное учреждение с целью получения сертификата материнского капитала. На основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, подозреваемая получила сертификат на сумму 453 тысячи рублей. Затем, используя данный сертификат, женщина оформила финансовой организации кредит на улучшение жилищных условий. Однако, получив денежные средства, использовала их не по назначению, а израсходовала на собственные нужды. В итоге, действиями подозреваемой государственному бюджету причинен ущерб в размере 453 тысячи рублей, так как указанные средства были перечислены в адрес финансовой организации для погашения незаконно полученного кредита. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 прим. 2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат». Избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приобретая товары в магазинах, местный житель не считал нужным за них расплачиваться. Как злоумышленнику удавалось уходить незаметно из торговых центров с украденным, разбирались стражи порядка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Ростов-на-Дону задержали 34-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что мужчина на протяжении долгого времени периодически заходил в продуктовые магазины, брал нужный ему товар и с украденным покидал торговый зал. К примеру, злоумышленник только из одного магазина в течение суток вынес товаров на сумму около 16 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В своих программах мы регулярно рассказываем вам о творческих и одаренных сотрудниках полиции. На этот раз наша съемочная группа побывала в Матвеево-Кургане и познакомилась с Дмитрием Кондрашовым. У него весьма интересное хобби. Он реконструирует ретроавтомобили. Творческие позывы в профессии полицейского – явление редкое и противоречивое. Кроме того, совмещать службы в правоохранительных органах и личное хобби – задача не из легких. Но руководителю группы по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России Матвеева-Курганский Дмитрию Игоревичу Кондрашову удается одинаково преуспевать везде. С самого раннего детства, мечтавшись стать милиционером, Дмитрий с восторгом смотрел фильмы про служителей порядка и верил, что однажды и сам сможет быть на их месте. Так и случилось. Долг службы наш герой совмещает с любимым хобби, которым гордится весь отдел полиции поселка Матвеев-Курган. С 2013 года Дмитрий Игоревич занимается реставрацией старинной военной техники. На его счету уже три восстановленных военных автомобиля – два ГАЗ-51 и ГАЗ-61. Также ему удалось найти и реконструировать военную кухню времен Великой Отечественной войны. Ежегодно мы организовываем авторпробег к 9 мая, в котором головной машиной у нас всегда идет ГАЗ-51. Это каждый год. Присутствует очень много людей на этих мероприятиях, до 200 машин у нас бывает, и поэтому эти мероприятия проходят с масштабом. И, как правило, на финише у нас всегда полевая кухня, угощаем всех и участников, и не участников автопробега кашей в нашей полевой кухне. Помимо прогона на парадах и автопробегах, техника Кондрашова выступала в качестве реквизитов на съемках фильма. В сентябре 2018 года в Ростове и Таганроге проходили съемки фильма «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского, где приняли участие ГАЗ-51 и ГАЗ-61. Также в этом году планируется участие автомобилей в съемках фильма режиссера Андрея Кончаловского, которые будут проходить в Новочеркасске. Кроме этого, Дмитрий Игоревич много сил вкладывает в работу с несовершеннолетними. Посещая районные учебные заведения и интернаты, он проводит уроки мужества и устраивает выставки военной атрибутики. Жена и трое дочерей сотрудника полиции поддерживают не только его работу в правоохранительных органах, но и любимое дело. Дружба — это великий дар. У нас есть такой девиз в учреждении. И есть такой замечательный человек, который рядом с нашими детьми на протяжении многих лет. Кондрашов Дмитрий Игоревич. Этот человек организовывает для детей очень многое. Поездки, поездки в различные зоопарки, в различные театры, в различные музеи. Благодаря ему в нашем учреждении появилось много людей, которые неравнодушны к детям. Благодаря им и его дружбе с нами у наших детей появляются различные возможности. Наши дети, увидев его, очень рады. Зовут его, общаются с ним. Когда он им жмёт руку, вы бы видели их счастливые глаза. Старшие дочери всегда с интересом принимают участие в праздничных парадах и автопробегах. А на сегодня это все новости. Будьте внимательны и добры к друг другу. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин